Также в выпуске названы причины порыва на улице Вавилова, из-за которого пострадали пассажиры маршрутного автобуса, и о том, как готовиться к юбилейному сезону трудотрядовцы. Скандал в хоккейном Енисеи. С поста генерального директора уволен Валерий Кузовов, возглавлявший клуб три года. Депутаты гурсовета инициировали проверку финансово-хозяйственной деятельности клуба. Одна из причин подписание контракта с хоккеистом из Швеции, зарплата которого должна составить почти 700 тысяч рублей в месяц. Подробности у Гора Георгиана. Больно доставаться с Енисеем? Ну, конечно, конечно. Генеральный директор Енисея Валерий Кузовов еле сдерживает слезы. Через 10 дней покинет клуб, которым руководил почти три года. Не исключает, что увольняют из-за подписания контракта с шведским нападающим Кристофером Эдлундом. Хотя зарплату игрока депутаты преувеличили, говорит Кузовов, она меньше, озвученных 690 тысяч в месяц. Чтобы выполнять задачи учредителей и побеждать, нужно усиливать состав. И на протяжении последних трех лет мы его выполняем качественно, потому что у нас там стоит первое-третье место, и мы постоянно занимаем это первое-третье место. Увеличения финансирования с 2008 года не было никакого. 22-летний Эдлунд стал лучшим бомбардиром шведского чемпионата в прошлом сезоне. На его счету 90 мячей. Столько же совместными усилиями забились Сергей Ломанов и Артем Бондаренко. Правда, в России другой хоккей, другие условия для игры, другой климат. Первым иностранным игроком в Енисеи был Ханс Йоханссон. Он переехал в Красноярск в конце 90-х, но судьба одного из лучших шведских игроков того времени в Енисеи сложилась не очень удачно. Говорят, игроком он был крайне капризным. Во время сильных холодов у него неожиданно резко обострялись травмы, и он отказывался играть. Поэтому часть матчей за Енисей он провел в качестве болельщика. В клубе удивлены увольнению генерального директора. За три года Енисей выиграл все возможные соревнования, в том числе чемпионат России и Кубок мира. Конечно, как-то нелогично. Клуб добился высоких результатов, особенно в чемпионате России. И тут увольнение, ну, нелогично, я считаю. Согласен с тренером и вице-президент клуба Сергей Ломанов. Сейчас он в отпуске. Уверен, инициированная депутатами проверка финансово-хозяйственной деятельности ни к чему не приведет. В Енисеи работают честно, а весь шум вокруг команды из-за конфликта со спортивным чиновником. Самое главное, чтобы нам никто не мешал. И кто-то на это обиделся. И в следующем итоге они это и начали делать. Просто одному человеку что-то надо от нас и все. Это кросс-спорт. Кросс-спорт, скажем так. Руководитель кросс-спорта Сергей Качан говорит, личные отношения в работе не учитывают. Он, как глава ведомства, хочет успехов Енисею. Не скрывает, был против покупки шведского игрока. Эти деньги лучше потратить на развитие молодежи. Но причина увольнения генерального директора в другом. Разные взгляды на развитие детско-спортивной школы, хоккея с мячом в городе Красноярске. Традиции у нас всегда были, это наши игроки доморощены. Новичок прилетит в Красноярск в начале июля. Шведские СМИ уже пишут о том, что связка ломанов Эдлунд-Бондаренко кошмар для соперников. Однако, если Скандинав все-таки не заиграет, то кошмар наступит уже для руководителей и тренеров Енисея. Потраченными деньгами их будут долго попрекать.